В 2013 сотрудникам Севастопольского городского центра занятости удалось улучшить многие показатели 2012 года. В частности, одноразовое пособие по безработице для начала предпринимательской деятельности получили 169 человек. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Помимо этого, в городском центре для тех, кто решил начать собственный бизнес, проводили бесплатные консультации. В целом же услугами службы воспользовалось без малого 6 тысяч севастопольцев. Из них статус безработных получили 4530 человек. Число безработных по методике Международной организации труда, по наблюдениям Державной службы статистики, составляет за те же 9 месяцев 10 200 человек. А в 2012 году было 10 900. То есть число безработных у нас уменьшилось на 700 человек. Вырос в прошлом году и средний размер пособия по безработице. Он составил 1655 гривен, что на четверть больше в сравнении с 2012. А вот количество нетрудоустроенного населения уменьшилось до 5,3%. Для сравнения, в 2012 этот показатель составил 5,6%. Соответственно, увеличился уровень занятости. В региональном разрезе он у нас наивысший, остается после города Киева, существенно превышая средний уровень по Украине в размере 60,7%. Если сказать, что выросли мы практически незначительно, всего лишь на 0,4%, но мы все должны понимать, что за этими десятыми процентов стоят десятки, если не сотни людей. Особое внимание в 2013 уделялось людям старше 45 лет. Они могли получить ваучеры на переподготовку, специализацию и повышение квалификации. Такой возможностью воспользовалось 33 человека. А вот на 2014 перед Севастопольским городским центром занятости поставлены жесткие целевые ориентиры и показатели. Но выполнить их можно, считает Валерий Ильченко. Мы должны будем трудоустроить 1360 безработных. Уровень трудоустройства должен составить 31,5%. Продолжительность поиска работы должна составить 90 календарных дней. Это очень напряженный показатель, но такое задание поставлено министром социальной политики для того, чтобы мы были на уровне, скажем, Европы. Задание мы на себя взяли напряженное, но полагаясь на опытный и знающий коллектив. Считаю, что при слаженной работе и ответственном отношении мы вполне справимся с поставленными задачами. 95% должен составить и уровень трудоустройства после прохождения профессионального обучения. Продолжится и активное взаимодействие с работодателями. Владимир Сорокин, Виктор Кислицин. Программа «Наше время».